Миллион тонн снега. Самарская зима побила все рекорды по количеству выпавших осадков. На границе было неспокойно. Самарские военнослужащие почтили память погибших пограничников на острове Доманский. Урок, который может спасти жизнь, в самарской школе прошли учения по пожарной безопасности. Весна на календаре вовсе не обещает скорого прощания со снегом. В ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют осадки. А ведь самарские коммунальщики за этот сезон уже вывезли с улиц почти миллион тонн снега. Это рекордный показатель за всю историю города. Данные озвучили на еженедельном совещании в мэрии. Как вывозили снег с самарских улиц, увидели наши корреспонденты. В октябрьском районе с 8 утра на уборку снега вышли 6 спецмашин. Во дворе по улице Советской армии к 4 часам успели вывезти 34 грузовика снега. Освобождаем ТП, потому что они сильно завалены. Если в том году были они в два раза меньше завалены, то в этом по крыше. Чтобы справиться с последствиями очередного снегопада, в городе задействовали дополнительную технику. Во дворе 30-го дома по Новосадовый. Уборку осложняет транспорт. Здесь машинам сложно разъехаться и в летнее время, а зимой, когда вокруг высокие сугробы, тем более. Коммунальщики призывают самарцев освобождать дворы от машин днем, чтобы техника могла очистить территорию. Итоги работы за выходные подводят на еженедельном совещании в мэрии. На 100% с заданным планом по уборке снега во дворах справились только в Октябрьском районе. Районы заблаговременно были предупреждены и с координатной работой с полигонами. Возможность была возить на полигоны частично МП благоустройства, а также были координаты даны и напрямую налажено взаимодействие с тремя коммерческими полигонами. Всего с начала сезона с территории Самары вывезли почти 800 тысяч тонн снега. И это не предел. Для сравнения, в прошлом году за этот же период вывезли почти 500 тысяч тонн. Коммунальные службы продолжат работу и обещают превысить рекордные показатели. На своей памяти я точно не помню, чтобы мы вываливались когда-нибудь за миллион вывозка снега. В этом году мы произведем этот рубеж практически по вывозке снега. Ну и районы у нас начали по вывозке снега по всем районам в рамках их компетенции. Мы планируем вывезти 125 тысяч тонн снега дополнительное. Особое внимание и очистки крыш. Управляющим компаниям поручено их расчищать не по периметру, а полностью. И задействовать для этой работы все бригады. Лариса Шалафаст, Мария Левина, Артем Сулайманов, Максим Гусев. События. Зал-трансформер единственный в России. Стала известна дата, когда Самарт откроет новую зрительную площадку. Современное освещение и круг под названием «Черный пирог». Данил Лучко расскажет, что ждет самарского зрителя. Карация там отсюда и до фонарей. Чтобы она там мгновенно опустилась, нужна такая же высота вверх. Артист театра юного зрителя Дмитрий Добряков восхищается высотой потолков нового зала. В Самарте играет с 90-го года. Тогда еще на Самарской улице старое здание почти разваливалось. Спектакль начали ставить в кинотеатре «Тимуровец». В 97-м появилась своя сцена. Но это открывает абсолютно иные возможности. Началось строительство вот этой сцены. И наконец-то мы этого дождались. Потому что очень давно мы все этого ждем. Конечно, вы сами видите, какие здесь возможности открываются. И сравнивать как бы все те сцены. То, что у нас было, это просто небо и земля, конечно. Зал-трансформер, способный вместить 400 человек. В России такого больше нет нигде. Профессиональное оборудование. В стены встроены светодиоды. С их помощью зал можно освещать разными цветами. Но главная изюминка помещения – это черный пирог. 15-метровый круг состоит из 32 секторов. Способен крутиться, менять размер и даже на время становиться зрительным залом. Эта сцена настолько уникальна, что артисты здесь могут играть на четырех разных площадках. В кругу и вокруг него. Также сцена может располагаться снизу, а если убрать и эти ряды, то и сверху. По всему пространству висят штанкеты, на которые можно крепить свет или декорации в любой точке зала. В этом пространстве создано и сценическое пространство, которого не было в наших театральных залах. Это есть определенная высота, есть штанкеты, есть софиты. Это все, что необходимо. И самое главное, что мы надеемся, не то, что надеемся, а уверены, что в ближайшие месяцы состоится открытие уже творческое. В этом году на капитальный ремонт учреждений культуры Самарской области выделено почти 400 миллионов рублей. Кроме Самарта реконструируют особняк Шахабалова, известный как дом с атлантами, ДК имени Кирова и фабрику кухню. Здание театра кукол уже несколько лет не работает, и артисты трудятся на выездах. До конца года у труппы появится свой дом. Им станет бывший ресторан «Аквариум». Первый театр, куда обычно приходят дети, будет действительно выглядеть как сказочный домик. И, конечно, это будет привлекать еще большее количество зрителей в наш театр. Ну а для труппы театра, конечно, свой дом необходим, поскольку работа на выездных площадках всегда затрудняет и постановки, конечно же, и формирование труппы. В театре юного зрителя осталось сделать противопожарную систему безопасности и завершить ремонт. Открытие нового зала запланировано на 10 июля. Зрители увидят спектакль «Горе от ума» режиссера Александра Кузина. Данил Ичко, Артем Сулайманов. События. Они сражались за родину. 50 лет назад на советско-китайской границе в районе острова Даманский возник крупнейший вооруженный конфликт после Великой Отечественной войны. Он начался рано утром, без предупреждения продолжался две недели. В Самаре пограничники, ветераны и кадеты собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая страну. Около четырех часов утра по времени центральной части страны через государственную границу на острове Даманский без предупреждения перешли китайцы. Протест предъявлялся о том, что надо было сказать на китайском языке обязательно. Солянды гудзе, шебинда хабуки цинфанде. Границы Советского Союза священные, неприкосновенные. Но в этот момент, в это время получилось по-другому. Только после приношения этих слов, на четвертой секунде, был открыт огонь из засады, начальник заставы, офицер особого отдела и сержант Петров были мгновенно убиты и расстреляны. Силы были неравны, вспоминает участник тех событий, полковник в отставке Владимир Самохвалов. Но боролись до последнего. С поля боя никто не уходил. Раненые снаряжали боеприпасами тех, кто еще бился. Спустя две недели сопротивление подтянулась подмога. Но в задачи советской армии входила лишь поддержка в тылу. Им запрещалось открывать огонь. Бои вели пограничники на берегу реки Уссури. В результате сражений погибли 58 советских бойцов, рассказывает Владимир Николаевич, который спустя 10 лет снова оказался на полях сражений. На этот раз в Афганистане. В любви к родине нашего солдата, русского воина, и благодаря молитве Божьей Матери, вот эта сила дает защитнику. Подвиги защитников не забыты. Действующие пограничники по Волжье, ветераны и кадеты возложили цветы к монументу пограничникам всех поколений в Парке Победы. За боевые действия, которые проводили наши пограничники, четыре пограничника будут достойны звания Героя Советского Союза. И многие пограничники были генеральными орденами, медалями. Вооруженный конфликт на границе мог перерасти в крупнейшую войну, но благодаря мужеству, героизму и стойкости воинов-пограничников этого не произошло. Ветераны делятся опытом с юным поколением, школьниками, и надеются, что такие события останутся в далеком прошлом. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов. События. Остаться в живых. В 132-й Самарской школе прошли учения по пожарной безопасности. Они приурочены ко Всемирному дню гражданской обороны. Как прошла тренировка и что нужно знать во время эвакуации из зданий, расскажет Сергей Кизоркин. Постоянно, постепенно, последовательно. Такое правило 3П в гражданской обороне. Спасатели пришли к старшеклассникам 132-й школы, чтобы рассказать им, как вести себя в чрезвычайной ситуации. На уроках УБЖ ученики изучают правила эвакуации из зданий, а потом на практике отрабатывают инструкции. Это дети. А дети – это самое важное в нашей жизни. Это поколение, которое нужно растить. И оно должно понимать, как действовать в различных ситуациях. Это не шутки. Поэтому непосредственно тренировка проводится по пожарной безопасности, для того, чтобы дети понимали, как нужно эвакуироваться из школы и какие действия нужно совершать. Внимание! Пожар! Прибыть в раздевалку для получения вещей. При сигнале тревоги все вещи остаются в классе, кроме классного журнала. Он понадобится при перекличке, когда преподаватели-школьники окажутся на улице. Педагог должен успокоить паникеров, организованно вывести детей из здания согласно схеме эвакуации. Площадка сбора тоже определена инструкцией и удалена на 100 метров от школы. Уже на месте пострадавшим оказывают первую психологическую или медпомощь. Практические занятия проводятся у нас в школе два раза в месяц. И они связаны с теми занятиями практическими, которые касаются вопроса эвакуации. Далее. Внеурочное обучение. У нас каждые полгода, в сентябре месяце у нас проводились занятия. Вызывались по тревоге учебные представители пожарников Ленинского района. И с прибытием машины, с прибытием пожарного расчета и с условным тушением пожара. Во Всемирный день гражданской обороны во всех школах Самары, области и всей страны прошли такие учения. В 132-й школе ученики и преподаватели выполнили нормативы эвакуации на отлично. На это у них ушло, как и положено, три минуты. Пострадавших и потерявшихся нет. После учений школа продолжила работать в обычном режиме. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. В Новокойбышевский мужчина задержан задачу взятки в 15 тысяч рублей. Он рассчитывал миновать проверки по нарушению миграционного законодательства. Заведено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый зашел в кабинет отдела полиции и передал 15 тысяч рублей участковому. Он предполагал, что за эти деньги полицейский ненадлежаще проведет проверку по факту незаконной регистрации иностранных граждан. Сотрудник полиции от взятки отказался. В Ставропольском районе, напротив поселка Луначарский, на акватории реки Волга, спасатели разыскивали двух рыбаков. Они заблудились в метель. Утром мужчины на мотособаке отправились на рыбалку. В шести километрах от берега мотобуксировщик увяз снегу. Они не смогли дойти обратно к берегу самостоятельно и позвонили спасателям. Те отправились на помощь на УАЗике и аэросанях на прицепе. Далее на аэроглиссере патруль вышел на лед реки. Работа осложнялась метелью и тем, что на поверхности реки произошло образование воды со снегом. В итоге мужчин нашли и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. Подпольные китайские овощеводы пойманы в Самарской области за причинение ущерба экологии. В момент проведения рейда представителей Росрыболовства нелегальные фермеры из Поднебесной занимались несанкционированным забором воды из реки Кенель у села Красносамарское. Главное нарушение самовольного водозабора в том, что у используемых насосов отсутствовали рыбозащитные экраны. Кроме того, в опасной близости от акватории располагались запасы удобрений непонятного происхождения. Возбуждены административные дела. Жители областной столицы попросили у городских властей еще раз изменить правила парковки у Самарского театра оперы и балета. Оперы заканчиваются позже в 10 часов вечера, а парковка работает до 22.00. Самарцы просят продлить время работы до 23 часов. Об этом они написали в Твиттере. Инициативу прокомментировали сотрудники Департамента транспорта. Мы рассмотрим ваши предложения. Написали они. Зима возвращается. С 3 по 5 марта в Самарскую область вернутся морозы и будет идти снег, сообщают синоптики. В понедельник будет облачность с прояснениями. Пойдет снег. Температура воздуха – минус 2, минус 7 градусов. Местами гололедится. Ночью станет холоднее – минус 8, минус 13 градусов. Ветер сбавит обороты до 5-10 метров в секунду. Местами небольшой и умеренный снег. Во вторник, 5 марта, синоптики вновь прогнозируют облачность и снег. Ветер юго-западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – минус 2, минус 7 градусов. Местами гололедится. Мама – предприниматель. Этой фразы уже никого не удивить. Сегодня многие женщины в декрете решают открыть свое дело. С какими трудностями приходится сталкиваться и куда обращаться за поддержкой, узнала Анастасия Ярыгина. Здесь все заказы, вся необходимая информация, все номера телефонов. Без него я никуда. Блокнот и ноутбук – все, что нужно для работы. Анна Красикова, мама двоих детей, открыла свое дело, когда ушла во второй декрет. Признается, нелегко успевать и работать, и малышам время уделять. Но она справляется. Секрет в правильном планировании. Рассказывает, студию графического дизайна открыла вместе с подругой. Анна взяла на себя организационные моменты, а подруга стала дизайнером. Вот уже год они успешно работают. По словам Анны, сложнее всего было в начале пути, когда нужно было правильно оформить свой бизнес. Потому что в итоге систему налогообложения я сначала выбрала неправильную, два раза переписывала заявление, ходила в МФЦ для оформления ИП. То есть сталкивалась с какими-то такими подводными камнями, но зато теперь я уже воробей стреляна и знаю все. Анна признается, если бы знала, что в службе занятости можно получить консультацию и финансовую поддержку, сразу обратилась бы туда. А так пришлось учиться на собственных ошибках. Служба занятости занимается в том числе и поддержкой к нам обратившихся именно для открытия собственного дела. Мы выделяем субсидии, у нас есть такая возможность в объеме 58 800 рублей. Мы даем субсидии на открытие собственного дела. И плюс, конечно, мы оказываем консультационные услуги. Помогают здесь и мамам в декрете, которые хотят повысить свою квалификацию или вовсе освоить новую профессию. Сделать это можно бесплатно. Проект существует с 2012 года. За пять лет обучения прошли более 2,5 тысяч женщин. Анастасия Ерыгина, Максим Гусев. События. Бутылки налево, картонки направо. В Самаре прошла акция по сбору вторсырья. Она проходит каждую первую субботу месяца. Отходы поступают на переработку на одной из предприятий Самары. А вырученные средства дают благодоворительным организациям. Самарцы приносят сюда не только пластик и сгоревшие лампочки, но и одежду. Хорошую передают нуждающимся. Ветошь идет на подстилки в приюты для животных. В феврале, благодаря жителям Самары и помощи ряда организаций, было собрано более двух тонн вторсырья. Мы считаем, что каждый из нас может внести посильный вклад в дело охраны окружающей среды и сокращение полигонов. Поэтому мы организовали акцию, делаем то, что от нас зависит. Для меня очень большое значение имеет, чтобы не оставлять за собой экологически плохой след. То есть, ну, я по возможности стараюсь, конечно, поменьше покупать пластика. Но что пока не могу, приношу сюда. От этого чувствую удовлетворение. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Спортсменки, комсомолки и просто красавицы в Самарской области подвели итоги конкурса «Женщина года». Родины достойные сыны. Самарский кадетский корпус полиции отметил пятилетие. Пробежали по накатанной лыжне. В Самаре прошла гонка памяти Виктора Ольховского. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова